Приветствую вас, Катерина. Давайте разберем ваш вопрос. Первое, что мне хотелось бы сказать вам, это то, что вы просите нас дать вам ответ на вопрос о том, почему поступает так или иначе другой человек. Я могу вам здесь сказать, что психологи не занимаются проблемами третьих и третьих лиц, потому что это, во-первых, нарушает профессиональную политику, во-вторых, лишено всякого смысла по той причине, что это из серии погадать. Мы гадать не можем. Я думаю, что с точки зрения помощи вам имеет смысл обратить внимание на несколько вещей. Первое, что вы обиделись на него, когда он вас удалил, и второе, что вы столкнулись с чувствами, распознать которые вы не можете. И удивительным образом вы от этих чувств избегаете. То есть вы пишете, что, ну вот у меня есть чувства, да, которые я не могу распознать. Вроде бы они у меня есть, эти чувства, да, да. Вот. И казалось бы, что вот сейчас вы начнете о них говорить, об этих чувствах. А вы не говорите. Вместо того, чтобы говорить об этих чувствах, вы уходите в сторону того, значит, чтобы понять человек. Ну, грубо говоря, грубо говоря, грубо говоря, грубо говоря. А, и мне кажется, вот, по, ну, отчасти, да, по этой причине, вы сталкиваетесь с проблемами, в частности. С проблемами, например, какой-то вот неосознанности, да, с проблемами понимания ситуации, в которой вы оказались. С проблемами, с проблемами реагирования на это. С проблемами выбора поведения, в частности. Потому что вот вы пишете, например, что это ваши слова. Разум понимает, но внутри не отпускает нас. То есть вот внутри вас что-то удерживает. И при этом вы хотите понять человека. То есть вас не настораживает тот факт, что разум-то понимает. И ничего как бы не меняется. То есть потому что разум-разум понимает. Вот вас это не настораживает. Такое ощущение. Вот. А вообще-то это очень важно. Вообще-то это, ну, едва ли не самое важное здесь. Потому что разум это только, условно говоря, разум это только малая часть того, что, ну, того, в какой реальности находится человек. Вот. Понимаете. Какая штука, какая штука. И вот, а-а. Вот получается как раз таким образом, да, получается такая штука, что-о-о. что вы, как бы, находитесь вот в том, что психологи называют неосознанностью, несознанностью, не очень отдавая себе отчет, да, в том, в каком направлении вы движетесь, куда вы движетесь, тогда, тогда, вот, понимаете, какая штука, какая штука, и на мой взгляд вам, ну, как бы с этим нужно разбираться, в первую очередь, а вот, понимаете, какая штука, какая, какая история, вот. Дальше, вы говорите про обиду, вот, а обида это что такое? По факту, обида это разочарование от того, что то, чего вы ожидали, не оправдалось, не подтвердилось. Это болезнь, то есть то, чего я ожидал от человека, то, чего я ждал от человека, не подтвердилось, не, не, как бы, не реализовывалось, и от этого мне больно. И, условно говоря, вот, все, что я делаю, вот, все, что я делаю, эээ, ну, там, скажем, скажем, теперь, вот, все, что я делаю на данный момент, эээ, я пытаюсь эту боль, там, что-то, что-то сделать. Вот. В чем, собственно, эээ, сложность, как раз, эээ, заключается? Вы пытаетесь избежать болезненности, вот, но не очень хорошо, понимаете, от чего вам больно. Вот. И, соответственно, задача психолога здесь определить, вместе с вами, вместе с вами, от чего вам больно. Понимаете? Посмотреть, что болит. И, эээ, уже, уже тогда, вы могли бы решить, что с этим делать дальше. Как, как вы будете, эээ, с этим работать дальше. Вот. В каком направлении, направлении. Понимаете? Вот так это, примерно, работа. А, то, что вы пытаетесь, пытаетесь, эээ, человека понять, ну, он, может быть, и сам не знает, эээ, для чего делает, то или иное. Поэтому, эээ, чужая душа, статика потёмки. Вы, вот, ещё обращаетесь, да, вы, 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 там, условно говоря, ещё спрашиваетесь что-то, вы пытаетесь, эээ, понять себя. Вот. А, человек, может быть, этого не делает. Человеку, может быть, это не надо. Вот. Эээ, и, эээ, человек ещё в большей находится, эээ, неостоинности, да, например, чем вы. И, что тогда? Понимаете? То есть, у него-то получается каждый, эээ, каждый раз, у него-то получается каждый день, что-то, вот, новое. Ну, ну, новое, в плане того, что, что, сегодня человек думает одно, да, человек думает другого. Я, я об этом. Эээ, дальше, эээ, чувства. Ли столкнулись с чувствами. Эээ, конечно, я не знал, о каких чувствах вы говорите конкретно. Что, что это за чувства. Не знал. Эээ, могу только догадываться, что это за чувства, что это за чувства. Мне кажется, это чувство отверженности, эээ, чувство того, что вас оттолкнули, чувство того, что вас бросило. Эээ, если это правда, если это правда, если это на самом деле правда, то, что я думаю, и я не ошибаюсь в этом смысле, то вам необходимо работать с чувством брошенности своих, эээ, которые родом из детства. Вот. Ну, к сожалению. То есть, вот, эээ, ваше чувство, да, оно родом из детства. Чуть поброшенность. Чуть поброшенность. Такого. И, эээ, как-бы, это является, эээ, одной из, эээ, ну, такой, такой, эээ, одной из серьёзных, эээ, одной из серьёзных мотив, ээээ, мотива, мотива, мотивации, эээээ, для, ээээ, следования. вот тому поведению, которое вы продвигаете, в том числе продвигаете сейчас, вот, вот это вот история, а почему такое происходит, что может служить такому причинам. Вероятно и другие есть основания, вероятно, вероятно есть другие основания, но по причине того, что информации нет, вот, я не думаю, что вам можно пока что адекватно на это ответить. Вот такой ответ я могу вам дать, с точки зрения, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что та обратная связь, которая у вас сформируется, когда вы будете слушать и переваривать мой ответ и который вы дадите потом, потом. По сути, началом психотерапии и определённых изменений. Всего вам самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok